Всем привет, мои хейтеры! Были любимки, стали хейтеры разборного серии от злодейской команды. Итак, ну что, ну на самом деле в этой серии мы вообще не отличились ничем, то есть нас вообще было очень мало. Абсолютно непонятно почему, ну по монтажу мы ругались-ругались на ножах с Викой, а в этой серии мы все нормально общаемся, почему не ясно вам? С какого хрена мы Славочку отправили? Почему не ясно вам? То есть в этой серии акцент был на народную команду, у них там начались свои стратегии, свои зарубы и так далее. Но кстати, ради справедливости, вы конечно же этого не видите, естественно. У нас была жесткая стратегия, мы были очень жесткими игроками, это факт. Но знаете, у нас не было подлости, то есть мы говорили прямо. То есть идет Вика, все, идет Слава, все. У нас все игроки всегда знали, кто когда идет, понимаете? У нас не было такого, что мы в глаза одно, за глаза другое, а потом неожиданно кто-то отправляется на голосование. То есть у нас всегда все было прямо, открыто, и в этом плане мы были реально офигенной командой. Нам, знаете, в этой игре досталась роль мафии. Костенька нам раздал роль, и у нас была роль мафии, от которой мы, естественно, отказываться не собирались. Ну просто случилось так, что у нас большинство. Ну и мы эту роль приняли. А я еще, знаете, думала, почему Вика? То есть вы считываете это так, что как будто бы Вика девочка, и мы такие накинулись на нее, она одна, одинокая. Вика вообще не жертва. То есть вы должны это понимать, что у Вика, как бы у нее психотип вообще не жертва. И у нас были реально объективные причины. Первая из объективных причин, мы не могли отправлять парней. То есть без парней нам бы никогда не выбраться из пустыни. Потому что вы видите, что все испытания большие, они все на мужскую физическую силу. И второй момент. Когда мы были в пустыне, мы все мирились, у нас все было классно. Мы вообще великолепно там жили, смеялись, угорали все вместе, Вика в том числе. То есть у нас вообще все было прекрасно. Когда мы переезжали в отель, Вика исчезала просто из команды. То есть у нее никогда не было гримов с нами. Ну может быть не никогда, может пару раз она там с нами на гриме сидела. Она даже ездила в отдельной машине почему-то. Я, кстати, не знаю почему. Но нас это напрягало. Она никогда не завтракала, не обедала, не ужинала с нами. То есть она как-то вне камеры двигалась вообще обособленно. Естественно, у нас был максимальный развайб с ней. Вот просто максимальный с ней развайб был поначалу. Вот поэтому как бы для нас кандидат был понятен. И я говорю, что у нас просто была... Я лично вот за себя, я же никого не оскорбляла, никого не унижала. То есть вообще ничего такого не делала. Просто у меня была четкая, понятная, прямая стратегия, линия. И я просто говорила, пойдет Вика. А там других вариантов не было. Просто пойдет Вика. И все, собственно говоря. То есть, да, мы ужасные злодеи. Как жаль, как жаль. Ну и плюс монтаж, еще раз повторю. То есть вот вам непонятно, почему у нас типа такой бешеный накал страстей. Хотя на самом деле, как бы такого накала страстей в жизни не было. И мы там не бегали, не ссорились 24 на 7 с Вики. То есть мы вообще, в принципе, офигенно общались. То есть просто вырезаны все моменты, самые пиковые. То же самое по Славочке. То есть вообще непонятно, почему мы отправили Славу. То есть как вот вы должны понять, с чего вообще взялось такое решение. Ну как бы там и не будет понятно. Потому что там были определенные обстоятельства, которые, естественно, не вошли в монтаж. По которым мы не могли отправить Вику. Нам пришлось отправить Славу. Но Славочку мы очень любили. И мы хотели, чтобы он вернулся. То есть мы не хотели, чтобы Слава проигрывала. Мы его отправляли за победой. И вот серьезно, мы на миллиард процентов были уверены, что Славочка вернется. Вот прям на триллиард процентов. Ну вот, короче, вот так. Забыла еще сказать. Я, кстати, очень приятно удивлена тем, что по поводу народной команды мнение все-таки разделили. Что люди такие, ну не, ну у них стратегия как бы окей. Это же игра, стратегия можно. Слава богу, что вы не перекинули вот этот уровень сатана, злодейства в игре. Как на нас, когда стерлась полностью грань между реальностью и реалити-шоу игрой выжить в Дубае. Вот, поэтому как бы слава богу, что вы адекватно воспринимаете стратегию народной команды. Это мне вообще очень сильно порадовало. Нас можете хуярить. Мы злодеи-пиздец, ребят, вообще. Вот просто худшие из худших. Спасибо.